Всем доброе утро! Паша нам тут сделал бутерброды. У него авокадо ветчина, у меня с авокадо. У него еще кофеечек. Очень вкусно пахнущий. И сделаю себе сейчас еще овсяночку с финиками. И немножечко овсянки себе сделала. Совсем немножко. Я успела позавтракать, накраситься, пока Эмили спала. Но обычно, когда она спит, я тоже стараюсь спать. Ну и днем, конечно, но с утра стараюсь тоже выспаться. Наверное, многим интересно, насколько я похудела после родов. Прошло сколько? Ну чуть больше недели, там 8. Сколько дней? Больше ты не помнишь? Сложная математика. Ну, в общем, не важно. Ну, чуть больше недели. И я сбросила 7 килограмм. А набрала я 11. Вот. Так что немножко осталось. И, в принципе, есть сейчас всякие сладости, всякие там, не знаю, что-то такое. Ну, в общем, сладости я не ем. Так что я думаю, что килограммы эти тоже уйдут, которые набрались. И да. 8 дней, 22 часа, 18 минут, 19 секунд, 20 секунд, 21 секунд, 22 секунды. Кстати, были вопросы по диету кормящей мамы. И хочу сказать, что здесь, в Америке, такого нет. Вообще, они даже не знают такой терминологии. И, по-моему, по всему миру, кроме стран бывших СНГ, есть такая диета кормящих мам. Ну, на самом деле, я не скажу, что я прямо буду придерживаться ее. Или совсем нет. Я, как бы, постаралась Эмили уже в животике, как бы, познакомить с разными продуктами. И я буду так же продолжать питаться, как и питалась беременность. Ну, как же это сказать? Ну, конечно, не сладкими бугами. Но, то есть, допустим, я точно не буду есть цитрусовые пока что и клубнику. А со всеми какими-то другими продуктами, ну, буду аккуратно очень это делать, как-то понемножку. А, ну, молочку я, кстати, тоже очень сильно сократила. Буду стараться ее не есть. На самом деле, часто советуют не есть, допустим, какие-то экзотические фрукты, красные фрукты. Все это связано с тем, что, ну, красные – это, как бы, аллергены. Это да. А вот экзотика, она вся, как бы, привозная. И в России, ну, для России это экзотика, и не каждый день, как бы, многие это едят. А, допустим, я ананас ем постоянно, ну, как бы, не то, что постоянно, но частенько, допустим, ем ананас уже на протяжении пяти лет. И, допустим, какие еще, ну, какие-то вот фрукты, там, ягоды. Или, допустим, голубика, она непривозная, она выращивается в Калифорнии, либо в Мексике. Поэтому в ней нету настолько, может, всякого вредного или еще что-то. Американские врачи, кстати, наоборот, читают, что мама себя не должна прям ограничивать жестко, там, диету держать, чтобы, ну, как бы, у нее не было каких-то срывов. В общем, я буду просто стараться придерживаться правильного питания. Стараться. Учительно стараться. Ну, и шоколад я, может, если буду есть, только черный пока что. Вот, посмотрим, насколько меня хватит. Ну, вы же знаете, какая я сладкоежка. Вот. У Эмилии сейчас бодрствование, она там лежит. С папой. Вот они мои малыши. Хотим сейчас сделать смузи с Пашиным подарком, который он подарил нам мне на Новый год. Вот. И мы, кстати, начали смотреть кино. Называется... Как вы? Птичья коробка. Птичья коробка. Я удивлена, что они так и перевели. Вообще странно. Обычно какое-нибудь замудренное название придумывают. Эмилии уснула у меня на руках. Думаю, пойду ее переложу. И она проснулась. И такая, нет, мам. Нет. Я не буду спать одна. Вот. Паша ее пробует укачать, но что-то она на ручках так хочет. Вообще психологи говорят, что у детей первые три месяца жизни это как бы продолжение четвертый триместр. Как бы продолжение лунашивания. Поэтому большинство детей постоянно на ручках. Вот и наши тоже. Я не против. Не постоянно, кстати. Ну нет, не постоянно, конечно. Ну днем. Днем, да. Днем, да. Ну я не против. Мне очень нравится, когда она со мной, когда она спит на мне. Паше удалось ее вроде уложить. Мега пап. В общем, мы будем делать дынный шейк. Только из дыни и из молока. Потому что Паша хочет, чтобы он был такой прям жидкий, как сок. А, нет, это... Я думала, что... Можно персик добавить. Я думала, что она зеленая. Дыня типа Хани даю. Угу. Будем добавлять персик? Не, давай, короче, так попробуем. Потом добавим. Что ты хочешь. Ты же хочешь там что-то как-то... Ну вот я хочу просто взять дыню. Ну молоко, окей. И мы сделаем два стакана. Один стакан. Мы выкачиваем воздух, когда будем блендер делать. А другой стакан мы не будем выкачивать. И мы, короче, проверим. Ну, помогает ли этот... Короче, насос без воздуха. Ну, просто разница увидеть. Да, потому что ниндзя уверяют, что там вау-вау-ва. Для начала надо, конечно, порезать дыню. Такая она аппетитная. Пахнет просто, да, шик? Не пахнет вкусно. Как летом. У нас тут немножко мнение расходится по поводу, какие мы хотим шейки. Поэтому Паша будет делать себе шейк просто дыня-вода. А я буду делать дыня-персик и молоко. Было бы прикольно добавить туда еще мороженое сливочное. Вот она, наша ниндзя. Будем все снимать для чистоты эксперимента. Хватит, нет? Не можешь? Ну, еще два положи. Ну, вот окей. И водички. Ну, давай... Сколько ты думаешь отсюда? Мне кажется, миллилитров пятьдесят вот столько. Я, Паша, вообще не знаю. Тоже? Ну, вот столько будет. Ну, добавь еще немножко, да, я не знаю. Это получится какая-то невкусняшка. Да, конечно, невкусняшка. Мы еще сахар не добавляем. Главное, нет, главное проверить, ну, типа, разницу консистенции без воздуха. А, да, я потрачу на это дыня-цово. Да. Вот насос, о котором мы говорили. Так, я кнопку вводим. Все, он сейчас выкачивает воздух. Все, что я... Все, так быстро? Мне кажется, да. А, ну, хватит, нет? Да. Чик. Закрываем, да? Сейчас там нет воздуха, это лаком. У меня пилоночку. Это, кстати, наше первое включение. Да. Куда нажимать? На кнопку. Смотри, он сам определил, что здесь стакан стоит. И вот варианты, которые можно сделать и со стаканом. Смузи. Он сам типа включил. Все, видишь, автоматически. Ого. Сейчас точно кто-то проснется. Вообще проснется. Может и нет. Но как-то я вижу пену здесь. Как-то странно. Теперь смотри. Надо выпустить воздух. Ой, запустить воздух. Мне кажется, может быть, я как-то неправильно сделаю, но не знаю. Ну, вроде откачал. Вроде откачал. Я точно не наблюдаю. А ты? Я тоже. Так, ну, ниндия-обманщики. Ты видишь, что все разница? Нет. Нет, ну, он как бы постоял, поэтому так осело. Сейчас у этого так же будет. Вот, началось как бы, и в чем прикол. Либо я воздух не откачал, потому что нужно было зеленым загореться, а оно как-то зелено-белым не моргало. Либо... А где, мальчики? Сейчас попробую шейк, который без воздуха якобы я делал. Вкусно, что ты мне рассказываешь. Так, вот этот с воздухом. Знаешь, в чем? Реально чувствуется тут. Он как бы не такой густой. И я чувствую между ним, как бы, вот в воздухе кусочки. Вот шутки в сторону. Воздухе кусочки? Да. Вот этот ты пьешь, и это просто масса как будто... Ну, дыня. Просто чистая дыня. А здесь он более легкий, как будто воздушный. И вот чувствуется, что воздух есть. На какой лучше? Я скажу. Сколько? Вот этот я вам лучше. Отвечаю. Вроде на вид одинаковый, но... Когда попробуешь, ты поймешь, о чем я говорю. Даже вот сверху видно, что тут какой-то мягкий, а какой-то какашный. Ну, что там меньше пузырьков вроде. Ага. Короче, на вид вообще непонятно. Попробуй, попробуй. Вот этот с воздухом. Блин, я уже забыл. Это с воздухом сейчас, да? Чувствуешь? Да. Реально есть разница. Просто он легче пьется намного. А этот как-то вот, ну, чувствуется пенка, хотя он не поделись. Да, как будто, ну, вот пена, дыневая пена какая-то. А здесь прям, ну, дыневый. Блин, классно. Хотя на вид вообще не отличаются. Да. Прикольно. Давайте попробуем, что ты хотела. Дыня, персик, там, ананас, все подряд. Дыня, миндальное молоко и замороженные персики, правильно? Да. Да, вот такие прям вкусные. Этот выглядит, как будто здесь меньше пены. Ну, и такая прям однородная масса. Мне кажется, потому что воду добавили. Возможно. Поэтому как-то странно получилось. Ммм, вкусняшка. Вообще вкусно очень. Да, я смотрю, видишь, нету, не появляется снизу, как бы, вода. Да, и он холодненький. Потому что персик был холодный. Я посмотрел видео, все-таки не до конца воздух я выкачал из этих шейков смузи. Лампочка, когда вот так вот насморгала, это значит заменить батарейки. Они шли в комплекте, какие-то китайские, просто очень стрёмные. И, в общем, он не до конца воздух выкачивал. Поэтому не было такого прям жесткого различия. Может быть, мы, ну, сами себя как бы желаемо задействительно приняли, так говорили. Либо все-таки он чуть-чуть откачал. И, ну, разница была какая-то. Поэтому надо обязательно поменять батарейки, проверить еще раз. Потому что мне очень интересно, ну, какое должно быть отличие прям быть. Досмотрели кино. Не скажу, что понравилось. Очень сильно затянуто. Вначале прям было интересно. А потом уже хотелось перемотать и пойти вообще и лечь спать. Ну, сюжет такой ничего. И игра актерская вообще с андробалок. Я ее прям очень люблю. Но прям слишком затянуто. Так что даже не знаю, советовать вам посмотреть этот фильм или нет. Представляете? У нас пошел дождь. Там вообще нормально так поливает. Блин, холодно. Просто самый невероятно опасный трюк. Я выхожу на улицу. Тут знаете, как холодно. Идет дождь. Но у нас кончилась вода. А вода есть только в багажнике машины. И заодно мусор выкинули. Что-то у нас перестали ходить мусор выкидывать. Ходили же раньше чуваки. И вечером выбрасывали. Вечером мусор выбрасывали. У нас вчера простояло ведро, а я ничего не выбросил. Может быть, еще отпуск? Не знаю, не знаю. А у нас тут просто два пакета мусора. Все вот эти подгузники. Пеленки одноразовые. Быстро копятся салфетки. И стою здесь, и просто там дождь идет. Видите? Обежали, вместе со мной. А, нифига себе. Дождь! Дождь! Дождь, я походу, делал давно уже идет. Потому что, видите, здесь прям такая вот река речная. Ну, конечно, не река, но ручей. Вот и вода. Мы просто берем сразу две упаковки. По 40 бутылок в Костка. Чтобы 40 раз не ездить. И я только одну могу унести до дому. Точнее, у нас одна помещается в шкафу. Вот, сейчас эту понесу. Катя покормила Эмили, и она уснула. Поэтому нам тоже пора идти спать. Да. Сейчас она решает, когда мы спать идем. Вот, и будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова